всем привет осязаемая музыка с нового эфире всем привет ребята из города рига как обычно латвия на связи у нас просто сегодня конечно сегодня вчера погода но это чисто наша прибал чисто наш прибалтийский климат вчера минус 5 и льет просто дождь все это замерзает в общем был сплошной каток куча травмированных людей в общем что-то с чем-то и вот по это лежит снег сугробы или минус 5 фигачит просто дождь к вечеру температура поднялась и всю ночь лил ливень сегодня уже плюс 2 льет дождь в общем вот такая у нас погода в латвии в риге прямо перед рождеством надеюсь у вас погода получше либо тепло либо такой морозец не очень большой снежок и как должно быть но у нас прибалтика у нас свои реалии ну что переходим к видео и записываю сегодня видео вечером утром не было время днем не было время ставили елочку все дела но я думаю надо как-то ребята порадовать видосом обещал же перед рождеством что их будет побольше ну и коротенький видосик сегодня среда как обычно мы с вами вспомним какой-нибудь альбом ну какой вы уже наверно поняли вот а я вообще только что вот этот альбом гонял мы о нем еще не говорили надо будет как-то скутере погреть обожаю этот альбом наверно мой любимый кстати альбом скутера песня им рейвинг и break it up ну прям вообще огонь ладно но речь сегодня не о нем но тоже о немцах рил маккой и альбом 97 года one more time вот здесь он у меня прячется вот так он выглядел да такой вот альбомчик первые но смысле и второй альбом проекта мы уже обсуждали культовый альбом двух версиях space invaders европейская версия и альбом another night американская о них мы говорили ну это вообще культовое звучание евро дэнса конечно начать первой половины 90-х вот именно вот этот альбом вот space invaders мне как-то больше нравится обложка да здесь и пэтси ну здесь тоже пэтси ванесса мэйсон да по моему звали ой что-то я по имена то забыл но уже и понятно но вот как-то для меня рил макой вот такой состав да как а вот потом состав поменялся пэтси вообще покинула группу хотя кстати она как мы вспоминали тогда пэтси там ничего и не пела пела это карин коза кстати говоря тоже ушла из проекта ну смысле сейчас она в каком-то там 2016 пришла ну образно 2016 ну наверно да и вот она уже все на опять ушла не выступает она больше 600 же не знаю с кем выступает вот как вот информация для вас от меня и дело седьмом году после вот этого культового сначала европейской версии потом вот этой культовой до американской версии перерыв чека это девушт пятом году вышла американская версия потом год перерыв и 97 год выходит альбом последний кстати говоря альбом рил макой но потом какой-то там состав меня сам же не рил макой был да вам но цель здесь ванесса мэйсон и блин забыл как звали вот эту девушку с короткой прической сейчас мы посмотрим буклет может быть она у нас здесь упоминается видите ребята не готовлюсь все из головы все из головы все ради ради вас ну наверное сложно будет так сейчас найти но в общем неважно и вот это вот девушка с короткой прической вот она по моему она и составила женский вокал на этом альбоме то есть она исполнила не карин казар как вот на этих альбомах да и на первом on the move его мы с вами еще не смотрели но я не точно этого не знаю может быть и карин казар все-таки пела ребята делитесь информацией вот чей вокал до основной здесь вот вышел такой диск вышел заглавный сингл one more time офигенная песня мне очень она понравилась ритмичная такая классная музыка напоминающая нормальный евро дэнс а это напомню 97 год евро дэнс нормальный классическое звучание но вообще уже отошло к тому времени появляется one more time классная песня конечно же альбома я тогда не слышал и песен других не слышал а вот когда появился интернет естественно ну я начал все это качать как я вам уже много раз говорил и я скачал естественно это альбом и каково же было мое разочарование когда я послушал альбом целиком ну альбом конечно очень слабый но 97 год она и понятно но блин но это же рил макой классная первая песня в моем вот time и дальше все ну прям совсем все но она считается провальным альбом как бы ни один сингл там ничего не достигал альбом ничего не получал но вот так вот получилось ну и потом все группа перестала лиза корки звали бы что-то я забыл в общем группа перестала существовать и теперь выступает вот уже выступал сначала скорее казах теперь не знаю с может один ну какая девушка должна быть на дискотеках тусовках 90-х до пишите ребята как вам этот альбом я этот альбом переслушала как раз на днях специально перед видосом и но я не могу конечно его дармон слабо слушаться даже каптан джек слушается наверное веселее чем этот альбом что-то он совсем оформление классная вообще классное оформление вот так сзади выглядит да так вот спереди вот такой альбомчик но бедовый бедово выглядит но сами песенки музыка уже не то три сингла вышла с альбома тем не менее помимо one more time вышла песенка сингл на песню i wanna come with you и еще один сингл if you're not in it for love i'm out of here но это кавер версия на композицию шанай твейн она оригинальный автор песни а но но вот эта песня кстати мне нравится звучит хорошо и успели ну есть еще какие-то песни которые мне заходили может плохо the stranger the sky the limit ну точно не помню да но но альбом слабый в плане музыки слабый да вокал кстати нормальный вот насчет вокала давайте в комментариях обсуждать может быть кто-то есть прошаренный кто реально знает может быть это карин казар поет но мне почему-то вот ну не знаю так вот отложилось у меня в памяти что вот именно она вот до пела вот эта девушка пела именно основной вокал на этом альбоме ее тринадцатым треком у меня на альбом идет сидером мультимедиа презентейшн никогда не ставил честно не смотрел что-то это как-то мимо для меня все время было ребята вот такой вот диск такой вот альбомчик сегодня не в топах в латвии как-то вну пару раз я где-то так вот да выглядит диска начала буклета в латвии как-то я не помню чтобы популярна это была песня где-то когда-то я видел клип там по каким-то каналам в то время да ну и все популярность уже не было 97 год это уже не время евро дэнс не помню там ну но не популярна была эта песня вот такой вот буклет имеет этот альбом тем не менее буклет классный оформление классное мне нравится ну сделано все вроде как по красоте да но тем не может тем не менее песен на музыкально он конечно очень проигрывает альбому space invaders я кстати регулярненько смотрю смотрю просматриваю вот так вот под диском но оформление бедовое просматриваю не появилась ли к дешевая кассетка все-таки на этот тоже альбом ну потому что рил макой в целом мне нравится я бы хотела тоже на кассетке за какие-нибудь там небольшие евре ки зацепить конечно же очень хочется иметь вот это на кассете и вот это да ну но 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 нет пока очень дорого как то а кто хочет поддержать канал ссылка в описании вот пока не имею на кассете вообще рил макой пока имею только вот диски только на дисках у меня эти эти альбомы да кстати говоря вот мне очень интересно почему наша любимая машина рекордс переиздает классику евро дэнс никак не договорилась переиздать на виниле space invaders я бы взял не думая пофиг даже что от машины кстати говоря новости я же там вам показывал сделал заказ от машины рекордс до субботу я сделал заказ сегодня среда еще не выслали чую придет после нового года мы с вами будем обзор делать но если вышит может быть завтра ну может быть но тому что опять же у нас выходные до в эстонии пятница уже выходной день по моему поэтому думаю до нового года от машины рекордс такими темпами отправки я ничего не получу но будем ждать будем смотреть и вот опять же говорю вопрос то есть издается лика там машины рекордс там еще куча чего-то блин вы же начали вроде классику евро дэнса но вот рил макой ну надо было где фарова не понимаю да но видимо не дождемся что-то мне так кажется достать space invaders на виниле я вот даже не помню сдавался вообще но если даже сдавался это вообще мало реально на том виниле 94 года ну и там будут на такие прайсы что в общем достать бы на кассете и то было бы хорошо ребята вот такой коротенький обзор среда вот так чтобы вам было вечером что-то посмотреть надеюсь у всех появляется рождественское новогоднее настроение ну надеюсь прямо у всех кто меня смотрит из всех стран что у вас уже прям такое настроение хорошее я вас буду так вот радовать разбавлять какие-то вот разбавлять в общем своими роликами что-то разбавлять короче в общем как-то так буду выкладывать следующий видос обязательно будет в субботу ждите знаю чем поговорим наконец-то да ну и точно знаю о чем поговорим 31 декабря 31 декабря у меня была мысль сделать стрим потом один человек минут на днях написал может быть стрим но я чуть не хочу стрим потому что микрофона нормального нету все это будет идти черти как в общем лучше запишу видос и поговорим поздравим друг друга в комментариях видео и 31 декабря ждите видос я постараюсь его записать прям 31 прям сразу 31 выложить чтоб как обычно в нашем стиле в прямом эфире все это выходило но сегодня ребята вот вспомнили альбом 97 года рил макой уан мутайп с классным очень оформлением и очень нравится но к сожалению уже не с теми песнями которые были девяносто четвертом году кстати опять же говоря вот помните слэш да мы обсуждали его сплэш как игру короче начало всего евро дэнса да вот кстати рил макой это тоже раньше появился до восемьдесят девятом году по моему они в девяностом в каком там они первый трек свой выпустили кавер версию на pump up the jam поэтому вот родоначальники да вот не надо не надо даже рил макой был раньше с первым альбомом с классными песнями там и ценю было мы его еще обсудим я так растягиваю рил макой а потому что его мало а группа классная да ну девяносто четвертый год вообще культовый альбом евро дэнса да ну ну классный ну вот как то так давайте пишите если у вас коллекции может быть у кого-то на кассете есть да как вы относитесь к этому альбому ну в комментариях помените как вы зовут вот эту девушку она поет здесь не она поет здесь да или карин казар все же здесь и здесь ее вокал точно не помню но почему-то у меня отложилась память что вот вокал вот этой на девушке на этом компакт диске на этом альбоме ну что ребята вот как я говорил видос коротенький рассказал о погоде вспомнили рил макой пишите в комментариях все что я попросил вас писать ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь эти видео вас своих сеть соц сетях и все будет по кайфу ребята но пока всем пока